60 тысяч лет. Большой барьерный риф. Жизнь здесь подчиняется движению Луны. При свете дня барракуды, морские змеи и рохливые скаты предпочитают мелководье. Ночью же пробуждается диковинный мир. А в центре рифа показывается неземное создание. Подводное королевство. Царство кораллов. Остров Херон входит в крупнейший на Земле морской резерват. Австралийский Большой барьерный риф можно увидеть из космоса. Он простирается на 2000 километров. Это расстояние от Бостона до Майами. Херон располагается на южной оконечности рифа. На острове полно живности, но природе потребовалось несколько веков, чтобы возродиться после чудовищных катаклизмов. После ураганов и землетрясений пляжи устилали обломки кораллов и кости животных. Семена сюда попадались гуану-птиц, вроде этой черной глупой крачки. Со временем образовался слой удобренной почвы, наполненной семенами. Из них выросли деревья, ставшие для птиц новым домом. Сегодня на этих деревьях поселились более 20 видов пернатых. Зеленые морские черепахи, головастые черепахи и бисцы также облюбовали берег. Все семь видов черепах охраняются законом об исчезающих видах. Самая крупная морская черепаха весит более 900 килограммов. Сейчас конец октября, и самки зеленых черепах выползают на берег. Они могут часами искать подходящее для гнезда место. И не только эти. Вскоре сюда с той же целью прибудут еще полторы тысячи самок. Некоторые из них преодолели более 1100 километров. Большинство самок отложат от 30 до 100 яиц. А утром они снова вернутся в море. Эта головастая черепаха весит более 135 килограммов. Ей потребуются все силы, чтобы добраться до воды. В последующие три месяца она еще пять раз вернется сюда, чтобы снова отложить яйца. Оказавшись в своей стихии, она тут же превращается в гибкое, изящное... Остров Херон обрамлен большой стеной из кораллов. Четыреста видов кораллов являются основой существования Большого барьерного рифа. Рифам жизненно необходимо солнце. Подобно растениям в тропическом лесу, кораллы преобразуют солнечный свет в энергию посредством фотосинтеза. Благодаря различным формам им всем хватает места и света. Столовые кораллы подобны огромным солнечным батареям. Столовые кораллы за год вырастают на 30 сантиметров, могут достигать более двух с половиной метров в диаметре. Небольшие акулы используют их как укрытие. Чтобы получить свою талику солнца, кораллы-акропоры растут преимущественно в высоту. Акропоры. Их длина варьируется от нескольких сантиметров до метра. На отломленных участках вырастают новые кораллы. Размер кораллов-мозговиков семейства стрекающих позволяет получать максимум солнечного света. Кораллы-мозговики. Средняя продолжительность жизни – 200 лет. Самый крупный в мире коралл семейства стрекающих достигает 5 метров в ширину и 3,5 метров в высоту. Вокруг острова Херон раскинулись бесконечные колонии кораллов. Там живут, гнездятся и питаются многие живые существа. Для многих мелких рыб рифы являются единственным защитным укрытием. Памоцентрус аллина не уплывает от них дальше, чем на метр. В случае опасности он тут же скрывается в ветках кораллов. Сегодня желтохвостая барракуда приняла облик опасности. Желтохвостая барракуда обитает также в Индийском океане, Красном и Японском морях. Взрослые особи сбиваются в косяки. Они самые маленькие из барракуд, 50 сантиметров длиной, но мелким рыбам они кажутся гигантами. На рифе опасность подстерегает на каждом шагу, но кораллы – далеко не единственное укрытие. Рыба-клоун укрывается в ядовитой морской анимоне. Другие рыбы гибнут, едва коснувшись растения. Благодаря слою слизи на чешуе яд анимоны для рыб-клоунов не страшен. Со временем рыбы приспособились, уплотнив слой защитной слизи. Если они уплывут далеко от растений, утратят невосприимчивость, то по возвращении ее касания станут для них смертельным. Ближайшая родственница анимоны, медуза, ведет кочевой образ жизни. Медузы. Их размеры колеблются от 2,5 сантиметров до 30 метров. Медузы на 95% состоят из воды, тогда как люди – лишь на 60. Подобно анимонам, волосистая цианея служит укрытием для многих живых существ. Ядовитые щупальца, казалось бы, отлично защищают медузу. Но не от зеленых черепах. Им яд не страшен. Зеленые черепахи. На голове есть отметины, которые составляют рисунок, уникальный, как отпечатки пальцев. Самки выходят на берег, чтобы отложить яйца. Самцы же никогда не покидают воду. Молодые черепахи кормятся медузами, которых легко поймать в открытом океане. Взрослые особи питаются исключительно растениями. Ближе к закату косяки живцов начинают двигаться в унисон, словно единый организм. Скосяченная рыба. 25% взрослых особей сбиваются в косяки. Совместное плавание уменьшает сопротивление и помогает рыбам сэкономить энергию. Их выступление знаменует приход ночи, когда динамика жизни на рифах меняется на корню. Здесь все подчиняется лунному ритму. Фазы луны определяют для большинства морских жителей периоды спаривания, размножения и продолжения рода. С тех пор, как зеленые черепахи отложили яйца, прошло три месяца. Сегодня малыши поползут к морю. Они инстинктивно стремятся к воде. Под покровом ночи у них есть шанс избежать акул и птиц. Они будут плыть без остановки не менее суток, чтобы оказаться подальше от прибрежных хищников. Через неделю после того, как черепахи вылупятся, происходит одно из величайших чудес природы. Волна жизни накрывает рифы острова Херон. Коралловое королевство начинает воспроизводство. Одновременно миллионы кораллов выбрасывают мужские и женские половые клетки. Это нерест кораллов. Кораллы могут размножаться разными способами, но в большинстве случаев процесс состоит из трех этапов. Первый. В кораллах-родителях созревают сперматозоиды и яйцеклетки. Далее, через 3-8 дней после полнолуния кораллы выбрасывают гометы. Чтобы избежать родственного скрещивания, гометы разрываются, и сперматозоиды отправляются на поиски других партнерш. Оплодотворенная личинка планула может преодолеть много километров, прежде чем осесть и закрепиться. Если личинку не съедят, она может стать основой рифа, который будет жить несколько веков. Эти создания, похожие на новогодний серпантин, на самом деле – многощетинковые черви. Родители размножаются бесполым путем, их тело разделяется на фрагменты. Каждый отрезок червя станет взрослым длиной в 2 метра. Многощетинковые черви размножаются одновременно с кораллами, близкие родственники дождевых червей и пиявок. Этот серпантин знаменует сезонный праздник рождения. Под покровом ночи новое поколение жителей рифа бороздит местные воды. На следующее утро все снова заняты делом. Обитатели рифа ищут специалистов, которые позаботятся об их здоровье. Рыбы не могут почистить чешую самостоятельно, поэтому они уповают на крохотных рыбок – кубанов-чистильщиков. Эти обладатели приметного полосатого окраса никогда не остаются без клиентов. Проникая в жабры и ротовые полости, чистильщики удаляют мусор, паразитов и зараженные ткани. Без их помощи многие рыбы могли бы умереть от инфекции. Но не все взаимоотношения являются взаимовыгодными. Этого представителя губановых преследуют две надоедливые прилипалы, и не для того, чтобы почистить его шею. Они ищут защиты, легкий способ передвижения, а также возможность поживиться остатками еды. Вес рыбы Наполеона может превышать 200 килограммов. Рыбы кормятся морскими ежами, моллюсками, крабами и креветками. За пределами рифа гигант бы не выжил. Повсеместные выбросы СО2 понижают уровень pH океанических вод. Здоровые кораллы оказываются под угрозой. 70% рифов во всем мире повреждены или погибают. Остров Херон может пережить страшную трагедию в истории своего существования. Глобальное потепление – далеко не единственная опасность. С севера движется армия захватчиков. Подобно вампирам, морские звезды, терновые венцы высасывают из рифа в жизненные силы. И если они обвили здоровый коралл, ему конец. Их пищеварительные ферменты растворяют ткани коралла, оставляя лишь белоснежный скелет. Тотальное разрушение. Морские звезды покрыты ядовитыми шипами, и поэтому на них охотятся лишь отдельные хищники. Не каждый сможет съесть терновый венец. Но гигантский моллюск рог Тритона сможет. Моллюск рог Тритона. Его панцирь может достигать 60 сантиметров в длину. Греческий бог Тритон трубил в раковину, чтобы успокоить моря. Он может учуять и напасть на след морской звезды. Моллюск прижимает звезду ко дну. После он прокалывает кожу жертвы и парализует ее с помощью своей слюны. За три часа рог Тритона может съесть терновый венец целиком. Правда, моллюск не употребляет больше одной звезды в неделю. Однако звезды размножаются быстрее, чем улитки успевают их уничтожать. Терновые венцы всегда обитали за пределами рифов. Они сдерживали рост быстро развивающихся кораллов, позволяя более медленным их нагнать. Но потом вмешался человек. Удобрения, попадающие в море, привели к всплеску роста водорослей. Молодые морские звезды до двух лет питаются водорослями, после чего переключаются на кораллы. Увеличение количества водорослей привело к стремительному росту численности морских звезд. На Большом Барьерном рифе появился примерно миллион терновых венков. Они обязательно доберутся до острова Херон. Это лишь вопрос времени. Морские звезды уже уничтожили огромные участки Большого Барьерного рифа. Лишь один необычный риф, расположенный в 650 километрах к северу от Хероны, еще не пострадал от этих морских звезд. Он раскинулся в открытых водах океана. Морское дно здесь ровное, состоит из песка. Но для развития коралловым полипом требуется твердая поверхность. Вот в чем загадка. В принципе, здесь не должно быть рифа. Уничтожая рифы, человек случайно помог создать эту жемчужину. Эта природная аномалия – дело рук человека. Когда-то этот риф был комфортабельным лайнером. В 1911 году во время шторма корабль, который шел вдоль берегов Австралии, настиг шторм. 121 пассажир и команда погибли. Пароход «Йонгала» обнаружили только через 50 лет. Сегодня от него остался только железный скелет. Затонувший корабль стал настоящим живым памятником. Его длина составляет около 100 метров, и каждый его сантиметр украшают кораллы, губки или моллюски. Краб-декоратор – мастер маскировки. С помощью липкой слюны он обклеивает свой панцирь обломками рифа. Переместившись в другой район, краб изменит внешний вид, чтобы не выделяться на новом месте обитания. Хищники постоянно осматривают затонувший корабль. Рохливый скат похож на акулу, но относится к семейству скатов. Также известен как гитарный скат и восточный скат-скрипач. Действуя хвостом, как рулем, оливковая морская змея снует вокруг корабля в поисках добычи. Оливковая морская змея каждые 30 минут поднимается на поверхность, чтобы сделать вдох. Ее яд парализует работу почек и сердца. Она ест все – креветок, крабов, икру, даже угрей. Этому двухметровому ядовитому хищнику практически некого бояться. Бисса исследует обломки корабля в поисках ужина. Большую часть вечера она проведет, поедая созревшие губки. Таким образом, черепаха освобождает место для новых организмов. Но все же риф – это обломки корабля. Рано или поздно стальной остов рухнет, и проржавевшая оболочка упадет на песочное дно. Кораллы не смогут существовать без твердого основания. И обитателям рифа придется переместиться. Большой барьерный риф по сей день считается одним из семи чудес природы. Мягкие кораллы символизируют сущность рифов. Они хрупкие, но стойкие. Чтобы остановить глобальное потепление, потребуются десятилетия. Рифы продолжают гибнуть по всему миру. Но места вроде Йонгалы дарят проблеск надежды. Это символ умения природы приспосабливаться и выживать. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2014 году. Перевод Александры Домбровской. Текст читал Юрий Большаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова